20 июня по всей стране стартовала приемная кампания 2022. Для абитуриентов этот день является волнительным. Те, кто уже сдали все экзамены, стремятся как можно раньше отдать документы в УЗ своей мечты. Казанский федеральный университет уже открыл двери второго здания для поступающих. Сегодня уже с утра приходят ребята, подают свои документы. Все институты сегодня начали свою работу. Работа сегодня первый день, идет в тестовом режиме. Мы проверяем стопроцентную подготовку к дальнейшему нашему эффективному подотворному труду. Очная подача документов проходит по простой схеме. Приемная комиссия вместе с абитуриентом сверяет все нужные документы, среди которых паспорт, аттестат, а также анкета. Именно с анкетой у поступающих могут возникнуть некоторые проблемы. Документы подаются обязательно все равно в электронном виде, то есть либо приходит абитуриент уже заполненный анкетой, либо если он не может, мы ему оказываем помощь в компьютерный зал, либо если что-то можем решить на месте, то решаем все это на месте. Также приемная комиссия отмечает, что подача документов не зависит от того, опубликованы уже результаты единого государственного экзамена или нет. Документы можно подавать уже с сегодняшнего дня, результаты ЕГЭ мы получим в федеральной базе данных из ЕГЭ, поэтому это никак не влияет на исход подачи документов. Свою приемную кампанию открыл и Елабужский институт Казанского федерального университета. Ответственный секретарь приемной комиссии Александр Бибик специально в день начала приема документов приехал в Елабугу, чтобы удостовериться в том, что все системы по дистанционному приему документов налажены и работают в штатном режиме. Особенностью приемной кампании этого года является то, что приемная кампания продолжает свою цифровизацию, мы ориентируем подавать документы через портал ВУЗа. В первый день Елабужский институт принял несколько десятков абитуриентов, которые решили посетить ВУЗ лично. Напоминаем, что прием документов от поступающих по результатам внутренних вступительных испытаний в Казанском федеральном университете завершается 15 июля. В остальных случаях документы можно подать до 25 июля. Наталья Жирнова, Фарид Захит Аглы, Денис Сипайлов, Универньюз.